Меньше двух недель остается до значимого для всех жителей станции Евсина события. 16 марта после затяжного капитального ремонта открывается местный дом культуры. Ожидание будет не напрасным. Здание настолько преобразилось внутри, что для многих это станет приятным сюрпризом. Наша съемочная группа поинтересовалась, как идут последние приготовления к открытию. Монтаж стеновых панелей подходит к концу. Зрительный зал теперь не узнать. Бежевые зеленые цвета, новые кресла. И скоро растают по местам. Новая одежда сцены. Просто огромный по сельским меркам экран. 7 на 4 метра. Здесь можно полноценно транслировать кинофильмы. О зрителях здесь позаботились с лихвой. Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, которая, конечно, будет только летом работать, кондиционирование имею в виду. А приточно-вытяжная вентиляция позволит обеспечивать комфортную атмосферу в зале в течение проведения мероприятий. То есть здесь 5000 кубов в час будет меняться воздуха. Система дымоудаления – новая охранная пожарная сигнализация. Это для безопасности. Для ярких сценических решений – новое звуковое и световое оборудование. Управлять им будут через компьютерную программу. Осталось только разобраться во всех тонкостях новой аппаратуры. Этим сейчас занимается художественный руководитель клуба. Когда заходишь в этот новый зал и увидишь всю эту новизну – огромное вдохновение. Хочется работать. У нас планируется феерическое открытие с использованием всей светотехники, звуковой аппаратуры. Серьезные перемены и в холле. Здесь появился гардероб, касса. Рядом со зрительным залом – отдельная гримерка с туалетной комнатой для артистов. Свой санузел есть теперь и для маломобильных групп населения. Сам интерьер изменился до неузнаваемости. Светло, современно, уютно. Уберечь всю эту красоту от вандалов и детской шалости позволят видеокамеры. Всего их 16. Они расположены внутри здания и снаружи. Хотелось бы, чтобы культура у нас, в общем-то, в нашем муниципальном образовании как-то выходила на другой, более высокий уровень, потому что сейчас созданы все условия. Еще один секрет клуба – в нем готовится открытие зала для занятий горякоримской борьбой. Областная федерация помогла с приобретением ковра. Есть тренеры, ведутся занятия. Завоеваны первые медали. Теперь появятся комфортные условия для тренировок. Весь ремонт шел непросто. Делать его за счет средств местного бюджета было слишком смелой задачей, признается глава Есенского сельсовета. Многое приходилось корректировать по ходу работ. Задерживались поставки оборудования. Однако ни один творческий коллектив за это время не ушел. Наоборот, появились новые клубные формирования. Сейчас стоит задача набрать хоровой коллектив и больше привлечь детей. Субтитры создавал DimaTorzok